Рональдиньо – настоящий волшебник, который заставлял зрителей задерживать дыхание с каждым своим касанием мяча. Помимо своей отменной техники, бразилец умел мгновенно принимать гениальные решения, которые вводили соперников в ступор и приносили результат как самому Рональдиньо, так и его одноклубникам. И в этом ролике я расскажу о случаях высочайшего IQ с участием величайшего Рональдиньо. Будет очень интересно. Буфон завершил карьеру. Марселла расплакался из-за ужасной травмы соперника, но это лучше не видеть. Дембеле переходит в ПСЖ, а Серхио Рамос – в турецкий Галатасарай. Следить за всеми новостями и трансферами можно в моем телеграм-канале «Жизнь. Футбол». Вот-вот стартует клубный футбол. Следить за матчами и результатами можно во втором канале. А если хотите посмеяться, то залетайте на канал с футбольными мемами. Друзья, будьте в курсе всего в мире футбола. Очень жду всех там, ну а теперь желаю приятного просмотра. И стартуем с эпизода, случившегося в 2005 году в игре Барселоны против Асасуны. Каталонцы очень долго контролировали мяч. Но ни один из игроков Барса не мог отдать тот самый важный пас, который поможет вскрыть оборону соперника. Никто, за исключением Рональдинью. Когда мяч полетел к Роне, он не стал его обрабатывать, а поэтому первым касанием – спиной. Да-да, именно ей выкатил передачу к 11-метровой отметке, а грамотно выбежавший Людовик Жюли легонько пробросил мяч мимо вратаря и записал на свой счет забитый гул. Кажется, но вдруг бразилец сделал это случайно. Но уж нет. Пас спиной – одна из фишек Рональдинью. Он отдавал их не один раз, но именно в 2005 году он стал автором одного из лучших и редких ассистов в истории футбола. И да, Жюли не был в офсайде в момент паса, так что гол был забит по правилам. В прошлой части видео по данной теме я рассказывал о прекрасном штрафном ударе Рональдинью под стенкой. Но есть еще один хитрый стандарт, который был забит в ворота грозной сборной Германии. В 2004 году уже все знали о штрафных Роберто Карлоса. И когда бразильцы получили право на штрафной, никто не сомневался, что исполнять его будет именно Роберто. Рональдинью стоял чуть ли не в метре от мяча, и очевидно, что бить он не будет. Оливер Кан сблизился с правой от нас штангой, подразумевая, что Карлос пробьет мощно, но не в сторону стенки. Судья дает свисток, Карлос выполняет движение. Рональдинью делает два шага и словно рукой перебрасывает стенку и отправляет мяч в сетку ворот сборной Германии. Ни болельщики, ни персонал, ни немецкие игроки не ожидали, что бить будет именно Ронни. Целых семь игроков в стенке, но при таком ударе не поможет и стенка из 20 игроков. Поможет только одно – дополнительные игроки в воротах. Такое часто случалось при ударах Лео Месси, что вы сейчас можете увидеть на экранах. Вот так вот. Два бразильских гения перехитрили вторую по силе на тот момент сборную. Двигаемся к Эль-Классику 2004 года. Рональдинью получил пас от Хави, но что же делать дальше? Пять игроков Реала кроют двоих игроков-барцы. Ну и вот, что исполняет Рональдинью. Но это же просто фантастика. Вы только представьте, что в составе команды есть игрок, который может за секунду принять такое решение и оставить неудел всю линию защиты соперника. Ну и, конечно же, стоит отметить завершение Хави. Нынешний тренер Барса не менее эффектно разобрался в ситуации. И пока Луис Энрике и Клюйверт поздравляли Хави, Тиагу Мотто и Филипп Коку побежали разделять радость создателям этого шикарного гола. Как уйти из-под прессинга с помощью хитрости, показал Рональдинью. Игроки Реала кружили бразильца, а Серхио Рамос буквально примагнитился к Рони. Далее толчок, падение и свисток арбитра. Но подождите, свистка не было, а поэтому Рональдинью мгновенно поднялся на ноги и оставил неудел пару игроков Реала, которые и правда подумали, что будет зафиксирован фолл. Ну а потом еще можно отметить и пас, не глядя. Но это очевидно для публики. Рональдинью забил немало красивых голов, и сейчас речь пойдет о двух шедеврах, забитых с помощью навыков и ума. Первый отправляет нас в 2004 год. После того, как мяч прилетел к Рональдинью, он мгновенно проанализировал ситуацию и подбросил мяч вверх, а затем хлестким ударом вонзил снаряд в сетку ворот ранее упомянутой Асасуны. И ведь правда, любой другой игрок скорее пробьет с левой ноги в ближний угол. Но Ронни все усложнил, сделав лишние касания и продемонстрировал свою магию, обманув двоих защитников и вратаря. Следующий гол отправляет нас в 2007 год на Камп Ноу. Получив навес от Хави, волшебник грудью обработал футбольную сферу, а затем за доли секунды сложился и исполнил фантастическую бисеклету, которая завершилась голом ворота Вильреала. И тут даже непонятно, на некоторых повторах может показаться, что мяч полетел немного не так, как рассчитывал бразилец. Но с другой стороны кажется, будто он изначально так задумывал. В общем, это не так важно. Важно то, что сам Ронни в 2014 году признался, что этот гол он считает лучшим за всю свою карьеру в Барселоне. А забивал он, как я и говорил, немало красивых мячей, но об этом мы поговорим в отдельном видео. И внезапно мы переносимся в 2013 год, то есть на закат карьеры Рональдинио. Комментарий стало понятно, что он пошел к не менее великому голкиперу Рожерио Сани, дабы тот угостил его своей водичкой. Февраль, Бразилия, самый разгар лета, а потому ничего обычного в этом нет. Ронни утолил жажду и спокойно пошел обратно. Опять же, все стандартно. Но внезапно Рональдинио делает движение в сторону. Исполнитель аута это замечает и со всей силы забрасывает мяч в сторону Рональдинио. Бразилец подхватывает снаряд, обрабатывает его, а затем выкатывает в центр штрафной, и его партнер спокойно забивает в пустые ворота. И тут мнения разделились. Гениальность или подлость? Лично я бы сказал, хитрость с нотками гениальности и подлости. Многие не поняли, а почему Лайнсмен не зафиксировал офсайд, ведь если мы посмотрим, то Рональдинио находился в 13 метрах от защитников Сан-Паулу. Тут все просто. Правила офсайда не действуют при вводе мяча в игру из аута. Да, любой игрок может встать хоть у вратарской линии, но линия защиты просто возьмет и опустится вниз. Так что это, пожалуй, один такой вот необычный эпизод, который случился благодаря стечению обстоятельств и хитростеронии. А вот еще один хитрый трюк. Вратарь Вильяриала выставлял стенку, а Рональдинио взял и пробил по воротам. Ворота желтой субмарины спасла лишь перекладина, которая не позволила бразильцу забить гол. И да, гол был бы засчитан. Как я уже не раз говорил, если судья не указал, что удар надо исполнять по свистку, то футболист вправе пробить по воротам в любой момент, даже тогда, когда голкипер ставит стенку. В наше время это далеко не редкость, но не забываем, что Рональдинио исполнил это почти 20 лет назад. Три оппонента окружили одного игрока. Что же делать? Ну, например, повторить то, что сделал Рональдинио. Пас понизу отдать довольно сложно, а поэтому бразилец решил перекинуть мяч через головы рядом стоящих игроков Реала. Поистине гениальными трюками Рональдинио отметился в игре против Бильбао. Поначалу он усадил на газон первого соперника, затем после серии ложных движений ушел от второго оппонента, а далее от третьего, после чего прокинул мяч мимо голкипера и мог стать автором шедевра на все времена. Но этого не случилось, поскольку мяч предательски черкнул перекладину, и эпизод был завершен. Рональдинио дважды за карьеру наступал на одни и те же грабли. И это не только гениально, но и довольно забавно. 2004 год. Ронни подкрадывается к вратарю, а когда кипер принялся выносить мяч подальше, бразилец просто-напросто взял и обокрал его, легонько выбив мяч из-под носа, после чего закатил футбольную сферу в пустые ворота. Да, правилами это запрещено, даже несмотря на то, что мяч уже был не в руках голкипера, а поэтому Рональдинио был награжден желтой карточкой. Но, видимо, спустя 12 лет бразилец позабыл, что такое запрещено, ну или подумал, что правила изменились, и поэтому точно такой же трюк он исполнил еще раз в 2015 году, в матче бразильского чемпионата. Все по той же схеме. Вратарь подбрасывает мяч, а Ронни взял да выбил футбольную сферу прямо из-под ноги голкипера, после чего уже занес мяч в пустые ворота. К сожалению, для бразильца правила не изменились, а поэтому арбитр, как и 12 лет назад, показал Рональдинию желтую карточку за нарушение правил по отношению к вратарю. Кстати, такой же трюк в 2015 году провернул и другой бразильский футболист, Неймар, но тоже получил лишь горчичник. В товарищеском матче 2005 года между Бразилией и Гонконгом Рональдинию 60 минут издевался над оппонентами, что в принципе происходит всегда, но тут еще стоит отметить не самого сильного соперника. Бразилия тогда выиграла 7-1, но мы взглянем на гол Ронни. После эффектного паса пяткой в штрафной Гонконга началась неразбериха, и в конечном итоге мяч оказался в ногах у Рональдинию. Тогда Ронни ежесекундно легонько пробил по мячу и отправил его над головой галкипера и отметился прекрасным голом. На повторах можно заметить, что Рональдинию даже не поднимал взгляд на вратаря, а значит давно приметил вышедшего из ворот галкипера. Он умел только финтиться, скажут лишь те, кто не видел паса в исполнении Рональдинию. И сейчас я кратко расскажу о гениальных передачах волшебника. Невероятный пас верхом, не глядя на Самуэля Этоо в игре против Реала. Жаль, что Камерунец не завершил атаку голом, но пас вышел на загляденье. Точно на ногу Роналду, но и в этом случае одноклубник не довел дело до гола. Пас вразрез мимо половины состава Реала, но и на этот раз без гола. Снова сумасшедшая передача из центрального круга на Роналду в игре против Португалии. Еще один фантастический пас в игре против Люцерна. Очередной превосходный пас вразрез обороны, и, к счастью, в этом моменте все завершилось голом. А это даже трудно комментировать. Ну и завершим каким-то магическим пасом, не глядя в штрафной площади сборной Китая. Рональдинью не только легендарный, а и особенный игрок, оставивший свое наследие и заставивший многих мальчишек полюбить всеми нами любимый футбол. Если вам понравится это видео, то я обязательно сделаю еще один ролик про Рональдинью, но, конечно же, уже чуть по другой теме. Видео подходит к завершению, а это значит, можно блеснуть своими футбольными знаниями. Друзья, в прошлом видео я задал вам вот такой фотовопрос. Ну и вот первые три человека, а также несколько случайно выбранных людей, которые верно на него ответили. А теперь новый фотовопрос. Недавно вы угадывали футбольные клубы по их домашней форме, а поэтому теперь попробуйте угадать команду по их выездной экипировке. Две формы довольно легки, а вот над оставшимися двумя надо подумать. Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, то оно, вероятно, вам понравилось. И поэтому я хочу попросить вас подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик. Этим действием вы поможете продвижению канала и будете получать уведомления самыми первыми. Ну а на этом я с вами прощаюсь и советую посмотреть ролики, которые через несколько секунд появятся на экране. Субтитры сделал DimaTorzok